Девушки отдыхают Ребятки, кому нравится, кому кайф, не забывайте, поставьте лайк прямо сейчас И, конечно же, хочу обратить внимание, что на некоторые ролики лайки набираются медленно Но, если вы не хотите ждать, хотите побыстрее посмотреть разбор мейнкарда Есть такая возможность, мы выкладываем всегда раньше разбор мейнкарда В нашем бойцовском клубе диванных аналитиков Соответственно, ребятки, вы знаете, что делать Также, каждую неделю сейчас проходят довольно интересные турниры А именно, Беллаторс, Гран-при, да Мы записываем подкасты также в наш бойцовский клуб Именно с разбором всего карда То есть, тоже в формате подкаста Все, как вы привыкли Ну и, конечно же, там, помимо этого, много всего интересного В общем, в описании, в закрепленном комментарии будет ссылочка, ребятки Также, это ни в коем случае не прогнозы в этом подкасте Да, и в других подкастах Это не прогнозы, это лишь мое мнение Вы можете его послушать Вы можете сопоставить это со своим собственным мнением И, конечно же, сделать свой личный вывод Но если у вас нет на это времени, нет желания И вам нужны конкретные рекомендации по ставкам Да, на кого, куда, где Соответственно, друзья, есть такая возможность Я напоминаю, что в описании, в закрепленном комментарии Также я оставляю ссылочку прогнозы от ММА Бэтс Ну, собственно, не будем откладывать дело в долгий ящик, друзья Предварительные поединки UFC Fight Night у Итекер против Гастов Погнали! Итак, ребятки, приступаем к первому поединку прилимов И нас здесь ожидает следующее противостояние в легчайшем весе Тони Грейвли против Энтони Берчака И, собственно, как обычно на сайте UFC у нас ни черта не открывается, ребятки Но в любом случае будем ориентироваться под Аполджи Хотя нет, вот главный бой здесь открылся уже неплохо, да, согласитесь Собственно, давайте разбираться Тони Грейвли, ну, опять же, боец, который уже немножко себя как-то зарекомендовал В первую очередь, как зарекомендовал, как борец Тренируется он в American Top Team Ну, замечательный зал, я думаю, вы и сами это прекрасно знаете И в своих боях, по сути, кроме борьбы он не делает вообще ничего Но стойка какая-никая в любом случае есть И нужно также обратить внимание, что здесь бой с заменой, так скажем, да То есть Тони Грейвли изначально должен был встречаться с Нейтом Манесом Который выбыл, и на коротком уведомлении здесь выходит у нас Энтони Берчак Но, опять же, ничего удивительного в этом нет Берчак, скорее всего, готов, потому что совсем недавно, да, чуть меньше месяца назад Он готовился к бою с Джонни Эдуарду, который также выбил из боя Вот, поэтому по готовности здесь, по идее, должно быть все нормально Ну, в целом, да Два боя в UC у Грейвли Один бой в Contender Series против Ре Родригеса Которого недавно ранее я довольно уверенно разобрал Сабнул во втором раунде Кстати, на коротком тогда выходил, что интересно Вот, и Тони Грейвли также в партере абсолютно уверенно легко его разобрал Хотя были там моменты, где он терял позиции Ну, тем не менее, в третьем раунде, если я правильно помню, из бэкмаунта Он его забил Соответственно, с Бреттом Джонсом был очень близкий, очень плотный бой Тони Грейвли там его перевел Я точно не помню, раз пять или шесть И Бретт Джонс его столько же раз перевел Ну, так или иначе, в третьем раунде Бретту Джонсу удалось забрать спину И выиграть этот бой удушением В крайнем бою у Тони Грейвли встречался с Джейральдо де Фрейтесом Это такой черный пояс по джицу По сути, чистейший грэпплер, который кроме джиу-джитсу мало что умеет, да И он не смог сабнуть Тони Грейвли Он, по идее, ему вообще практически ничего не смог сделать И, соответственно, Тони Грейвли выиграл этот бой сплитом Бой был... Я не скажу, что сильно близкий Если честно, я там сплита абсолютно не увидел Но, в любом случае, так или иначе 1-1 сейчас рекорд у Тони Грейвли И его сильные стороны мы прекрасно знаем Также я хочу отметить, что по факту, да, из его шести поражений У него 5 поражений сабмишными Это, наверное, не просто так Учитывая, да, что он сам, по сути, борец И сам, по сути, всегда работает в борьбе Вот, не сабнул его только Мираб Двалишвили Ну, это отдельный разговор Потому что Двалишвили, в принципе, не особый финишер, да Но боец, конечно, безусловно, хороший, перспективный Вот, Энтони Берчак Ну, ему сейчас 34 года Он, конечно, постарше, чем Грейвли, да Грейвли 29 И, соответственно, Берчак некогда выступал в UFC в 15-м, в 14-м, в 16-м годах И в целом выступал неплохо Потом был уволен, повыступал в Разине Тоже неплохие выступления, хоть он и проигрался три боя Но там были близкие бои Он там уставал, да, там были сплиты И, ну, на тот момент, в принципе, он нормально вроде себя, скажем так Представлял из себя что-то Но сейчас я точно не знаю Потому что вроде периодически по грэплингу выступает Но вот в UFC он вышел против Густава Лопеса И он просто не показал вообще ничего Он был уничтожен в прямом смысле Но, опять же, нужно понимать, что бой этот был на коротком уведомлении по сути, да То есть он выскочил и проиграл Ну, наверное, ничего страшного в этом нет Опять же, Густаво Лопес там его потряс практически с первого же удара И затем забрал позицию и выиграл с Абмишным А Энтони Берчак в целом тренируется, если я правильно помню Ну, постоянно в двух его залах можно видеть В Экстрим Кутюр и в Тенс Планет Это его родной зал, это чисто джитсерский зал И, соответственно, в целом Берчак довольно опасный вообще в джиу-джитсу, да И здесь, конечно, кроется, кроется некоторая такая возможность его выиграть с Абмишным Но вообще на данных этапах карьеры, да, что из себя эти ребята представляют Я бы все-таки сказал, что Тони Гревли имеет побольше немножко шансов Вот, если мы посмотрим на коэффициенты, то Гревли прям большой фаворит 1.33, Берчак 3.45 И, ребятки, если честно, я считаю, что не стоит своего коэффициента Тони Гревли Но, как мне кажется, он здесь все-таки наиболее вероятно выиграет Но, опять же, Энтони Берчак, в принципе, если сейчас следить по социальным сетям Вроде форму имеет неплохую И вероятность всегда есть Потому что, действительно, он неплохой джитсер У него много самого побед с Абмишным И вероятность есть, что где-то что-то он придумает Как-то что-то накинет Но верить в это, да, ну, тоже такое себе После прошлого его выступления Хочется посмотреть этот бой И, возможно, удаст ответы на некоторые вопросы Энтони Берчак из себя на данный момент представляет что-то или уже нет, да Но фаворитом на данный момент выглядит все-таки Тони Гревли В моей голове, да, в моем сознании Не таким крупным фаворитом И не стоит он 1.3 Вообще 1.3 такие не самые лучшие кэфы, так скажем Вот, но тем не менее, я думаю, что скорее всего Гревли выиграет Это наиболее вероятно Итак, ребятки, далее у нас женское противостояние Ну, конечно, не сказать, что особо интересное Но все равно давайте вкратце попробуем разобраться Да, здесь Джосиан Нунес против Зара Фаирн Собственно, давайте смотреть Это вообще кто это, что это делает, да, у нас вообще в карде UFC Ну ладно, прилим и Fight Night, наверное, могут себе такое позволить Собственно, начнем, наверное, с француженки, да Собственно, с Зара Фаирн Она уже выступила в UFC дважды Оба боя проиграла Была, по сути, уничтожена, деклассирована Не показала ничего Ровно вот ноль показала Но все-таки это были какие соперницы? Фелисия Спенсер и Меган Андерсон Это соперницы, которые себя что-то представляют До этого она выступала, ну, в целом, в более-менее каких-то Относительно известных, но на слуху, организациях Здесь и польская женская организация Ladies Fight Night, где она выиграла там местную спортсменку И Кейдж, финская организация, где она тоже выиграла местную спортсменку Опять же, британская организация Где она тоже выиграла местную спортсменку Ну, вот в БАМе не сумела выиграть Сидни Кавану Ну, бой был с плитом В общем, если по UFC судить, да Что можно сказать? Ее просто переводили и уничтожали в партере То есть, что Меган Андерсон, у которой самой партер Это не самая, скажем так, сильная сторона Но она в любом случае что-то умеет Она выступала ранее в Инвикте, да Но это все равно, это какой-то уровень И относительно женского, ну, наверное, неплохой Можно сказать Ну, Фелисия Спенсер, понятно, тоже в Инвикте высочайший уровень И в UFC тоже что-то показывает Соответственно, до UFC, что можно сказать? Сказать ли, что плохой партер у француженки? Ну, наверное, нет Потому что я посмотрел ее противостояние Некоторых соперниц она сама переводила И урабатывала, да, в партере Та же Сави Салмимис Из Финляндии, да То есть, вот эта Санмис, она сама обычно в партере работает Она сама обычно переводит, старается залежать Там что-то придумать, какой-то прием Но она вообще не смогла француженку, в принципе, ни разу перевести И Фаир на ее стойке перестреляла, да Где-то отзащалась там около сеточки Соответственно, ну, на таком На уровне ниже, чем вот Фелисия Спенсер и Меган Андерсон Ну, француженка что-то из себя представляет Да, у нее и ударка есть, какая-никакая И, собственно, и у самой из партера, да, и защита от партера Просто, как бы, я не знаю Есть ли смысл именно вот эти вот противостояния С этими спортсменами рассматривать Потому что, ну, все-таки Джо... 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 Джо Сиан Нунис Джо Сиан Нунис, это все-таки Давайте будем честны Сейчас это не уровень Фелиси Спенсер Это не уровень Меган Андерсон Скорее всего, скорее всего Но мы посмотрим У нее рекорд, конечно, красивый Безусловно, 7-1 Причем, по-моему, 6 или все 7 нокаутов Сейчас я удостоверюсь, да Да, 6 нокаутов То есть 7-1, 6 нокаутов Одно поражение, но кому-то Или Сантос, нынешнему бойцу UFC Только решение Ну, вроде как, на бумаге, да, перспективная спортсменка Но, опять же, я нашел ее выступление Я почитал про нее Вообще по базе База у нее муайта Если я правильно понимаю Ну, то есть чистая ударница, по сути Некоторые навыки в джиу-джитсу там есть То есть я видел в боях, где она пыталась делать армбар Она пыталась делать гильотину У нее это ничего не получалось Ну, видимо, какие-то навыки в джиу-джитсу, видимо, есть Раз она хотя бы пытается это делать Но, в целом, да, это чистая ударница У нее самой борьбы практически нет Ее переводили Переводили легко и залеживали Но ей удавалось вставать, да, и нокаутировать, как правило, своих соперниц Причем, ребятки, я даже не могу сказать Что у нее там какая-то супер хорошая ударная техника Там просто размашистые боковые Ну, она их накидывает в большом количестве Они тяжелые И, ну, многие соперницы не выдерживают этого Просто не выдерживают Ну, а сама она выглядит Ну, давайте будем честны Довольно мужественно Довольно мужественно Физически довольно сильной Вот, соответственно, ребятки Я здесь что могу сказать Если мы посмотрим на коэффициенты, да То мы увидим, что фаворитом здесь является Именно бразильская спортсменка Да, именно Джусиан Нунис Она идет за 1,79 Потому что Пинакл Ну, в основном меньше на других конторах 1,72 1,73 И, соответственно, ее соперница Зара Фаирн Идет за 2,1 И я не знаю, друзья Пока что, на мой взгляд Бразильянка абсолютно не проверена Зара Фаирн все-таки выступала Хоть где-то Хоть как-то, да Поездила по разным промоушенам И даже там побеждала Опять же, ну, хоть кого-то Ну, то есть здесь она вот Чистая бразильянка На местном, локальном, бразильском уровне Уступала По сути, вообще никого Просто никого не побеждала Там бои очень спорные Некоторые она проигрывала Да, потом кое-как удавалось выигрывать Я считаю, что она Ну, не может быть Она фаворитом за 1,7 То есть даже учитывая, что Она, по сути, с хорошим рекордом Пришла за Рафаим Сейчас в UFC 0,2 Даже учитывая это Здесь уровень оппозиции Совершенно разный Поэтому мне кажется Что у француженки Здесь есть шансы Камбэкнуться, да Есть шансы Закрыть свою серию из поражений Но вообще Бой максимально спорный Максимально такой Непонятный Потому кто победит Я лишь могу не согласиться с кэфами Я бы все-таки здесь За Андердога притопил Вот Ну, посмотрим Посмотрим Как все-таки сложится На самом деле В любом случае Из-за кэфов Из-за кэфов Поболею здесь за француженку Итак, ребятки Движемся дальше Здесь у нас Барташ Фабинский Против Джеральда Мишерта Бой в среднем весе И, собственно Джеральд Мишерта Ну, я не знаю уже Что его мучают Потому что К сожалению В последнее время Совершенно не идет у него Все Хамзату Чимаеву Да, за 17 секунд Просто ужасно Проиграл Это было жестко Его нокаутировали Его вырубили Ян Хейнич Тоже абсолютно ужасно Его нокаутировал Сначала Да, отправил на На стил Затем добил еще В партере В общем, я не знаю Ребятки Насколько вообще Мишерта В целом Сейчас является здоровым После вот таких поражений Насколько он является Актуальным спортсменом И что из себя представляет Да, мы знаем Что он джитсер Джитсер довольно опасный И мне вот эти вот выступления Его нравились На самом деле Против Тревена Гилса Да, против Эрика Андерсона Я не считаю Что он проиграл бой Против Дерна Вина Вообще Отличное выступление Но Но, к сожалению Сейчас реально Вот эти два поражения Нокаутом Просто Очень трудно сейчас В Джеральда верить Да, очень трудно На самом деле Но в любом случае Сейчас против него Не нокаутер Да Бардош Фабинский Это по сути борец Это чистый борец Который вообще Мало что умеет Кроме борьбы А я бы сказал Что вообще ничего На самом деле Но в любом случае Если посмотреть То вот после простоя Вот С 15 по 18 У него был год Он вернулся Залежал Эмилия Вебермика Да Затем с Майклом Бразересом Был потрясен В стойке Да И затем засабмичен Даррен из стюарда Залежал И соответственно Андре Муниза Пытался залежать Но проиграл армбаром Вообще У Фабинский Несколько поражений Как раз таки с сабами Да Три Три из четырех поражений с сабами То есть Вы можете сказать Да Что Ну сейчас против него Очень опасные джицы Да Джеральд Мишарт У которого как раз таки Большая часть побед с сабами Ну в теории Наверное это возможно Но если честно Мне кажется Что все таки Те кто Его сабали Это немножечко другие ребята Ну за исключением Вот первого саба в двенадцатом году То есть Про Зерос Прежде чем его сабнуть Он его потряс в стойке Он его отправил в нокдаун Способен ли Джеральд Мишарт Это сделать Я не уверен Если честно Андре Муниз Это намного более актуальный Сейчас боец Чем Джеральд Мишарт На мой взгляд Потому что Он Он здоровый Он просто здоровенный Он огромный И Ну соответственно Тоже очень Хороший джицер Но в любом случае Я просто его считаю Более свежим Так сказать И более физически сильным Что немаловажным бойцом Вот Соответственно Ну Мы можем предположить Что скорее всего Барташ Фабинский Он будет переводить Он это делает В каждом бою Он будет стараться переводить Я думаю У него это будет получаться Потому что Джеральда Мишарда перевести можно И переводили его Очень и очень Многие Да Бойцы И соответственно С Кевином Холланом Вспомните Насколько это был близкий бой Хотя я не считаю Опять же Что Мишарт его проиграл Но Бой был максимально близким Они теряли позиции Где-то Мишарт там контролировал Пытался сабнуть Где-то Холлан Да Его свипал Контролировал В общем Друзья Я считаю Что переводить У Фабинский Будет получаться То есть Сможет ли что-то там Накрутить Джеральд Мишарт Это вопрос Это реально Открытый вопрос И если честно Я бы все-таки Проголосовал за то Что нет Хоть и хочется За него притопить Но реально После вот этих поражений Я не знаю Он возможно Вообще износился Может быть Он вообще ничего сделать Не сможет Мы пока не знаем Бой сейчас Наверное даст Некоторые ответы А Фабинский Тоже в партере Бывает Работает довольно Агрессивно Может быть Он и сам Сможет Где-то что-то придумать Забить Мишарда Да Если он совсем Совсем уже Будет плохо Так скажем В бою Но в любом случае Если мы здесь Будем рассматривать Коэффициенты То видим Что Фабинский Идет фаворитом За 1.79 На данный момент Джеральд Мишарт За 2.1 Ну В данном случае Ребятки Я с кэфами соглашусь В данном случае Я соглашусь Мне кажется Что опять же Фабинский Все-таки Более Предпочтительно Сейчас смотрится И Мишарт После двух Нокаутов Тяжелейших Реально Нокаутов Очень сложно За него топить Но некоторые шансы Наверное есть Все-таки Повторюсь Да Учитывая что Не нокаутер Против него Наверное есть Некоторые шансы Но С кэфами соглашусь Думаю Фабинский Здесь шансов Все-таки Немножко больше Ну Собственно Ребятки Движемся дальше И у нас Еще один Женский бой Джессика Пен Против Лупита Годинос И здесь Надо понимать Что опять Была замена То есть Джессика Пен Она должна была С Ханой Голди Встречаться И к сожалению Так получилось Да Что Голди Снялась С этого поединка По причине Я думаю Вы сами Догадываетесь Какой По которой Большинство боев Сейчас снимается К сожалению Вот И соответственно На замену Выскакивает Лупита Годинос Про Джессику Пен Я вам совсем Недавно Рассказывал У нее Огромный Простой С 17-го года Здесь были Проблемы С допингом Она что-то Там принимала Что принимать Нельзя Ее дисквалифицировали На 4 года Она попыталась Поднять скандал Нажаловалась Что Пытаются Ее карьеру Юсада Закончить Но Опять же Пошла Пошла Навстречу Юсади Те смягчили Ее приковор И вот она Возвращается Но в любом случае Давайте будем честны 38 лет Это очень много Особенно очень много И Джессика Пен Она так-то Ушла Можно сказать Из ММА На стрит Из трех поражений Подряд Хоть это и довольно Высокий уровень Ну за исключением Дэниэл Тейлор Но тем не менее Три поражения подряд Она здесь уже Ничего не могла К сожалению Показывать Вот В целом В основном В основном Все-таки она борется Мы можем это так сказать Столько очень посредственная В основном борется Но опять же Когда борьба не идет Она сделать уже Практически ничего не может И ладно Джон Еджеич Да не пошла борьба Она была нокаутирована Ладно Джессика Андраде Тоже не пошла борьба Она была нокаутирована Но Дэниэл Тейлор Вот Это очень маленькая Спортсменка Она прям очень маленькая Там 155 Что ли у нее рост Честно Точно не помню Но и то У нее хоть какая-то Адекватная защита От борьбы есть И Джессика Пен Ничего не смогла сделать Просто ходила за ней Как привязанная Ловила в лицо удары И проиграла Боденогласным решением Вот Тем более Сейчас Проходит Несколько лет Да Получается 4 года И Что из себя Представляет 38-летняя Джессика Пен Я вообще Мне реально Трудно Предположить Что касается Люпита Годинес Что она Да Из себя представляет Ей 27 Молодая спортсменка По сути И соответственно На данный момент Она является Чемпионкой Организации Элфа Она выиграла Там Ванессу Демопулос Мажорити Десижн И собственно Ванесса Демопулос Ну в принципе Неплохой боец Как бы Не скажу Что совсем низкого уровня Но опять же Не уровня UFC Это однозначно Она пыталась Через контендер серии Попасть в UFC Проиграла там И собственно Вернулась в Вэлфа И проиграла Вот здесь Свой же чемпионский пояс В целом Люпита Годинес Это ударница Это ударница Довольно неплохая Кстати Вот реально Ну очень такая Волевая спортсменка Мексиканка С таким мексиканским характером Она Как правило Прет вперед Наносит довольно тяжелые удары Много наносит ударов И удары у нее Я бы сказал Что есть Хоть и нокаутов у нее нет Но она может тяжело попасть Туже Демопулос Она несколько раз потрясала И иногда он даже По-моему отправляла Вот Что касается Ее вообще техники Я не скажу Что она плохая Она вполне разумно работает И комбинации Некоторые есть То есть Я думаю Что довольно интересная Стойка спортсменка Что касается партера Я не могу пока О нем ничего сказать Потому что Не было тех Кто ее борол В профессионалах В любителях У нее были В партере Именно поражения Но возможно Она этот аспект Подтянула Она все-таки Постоянно тренируется Она постоянно в зале Ванесса Демопулос Ее не поборола Хотя Ванесса Как раз таки На мой взгляд Именно в партере Является Ну что-то из себя Представляющая спортсменка У нее сабов много И Она ее не смогла побороть Хотя Что интересно В бою Она особо и не пыталась А в пятом раунде Когда сделала попытку Получился легчайший перевод Лепита Годинза Пропустила этот тейкдаун До этого В целом Я посмотрел ее бои Ну не в комбат Америка С ее не бороли Да Не вот в этой Канадской организации БТС Она сражалась С спортсменкой С рекордом 6-5 Кстати Там вообще Просто 37-летняя Такая женщина Уже ничего из себя Не представляющая Лепита Годинза Ее даже сама залежала Поэтому Трудно сказать По ее защите от борьбы Очень трудно сказать Ну и в стойке Я считаю Она однозначно будет лучше Чем Джессика Пэн Если посмотреть На коэффициенты Опять же Джессика Пэн идет За 3,35 Лепита Годинза За 1,35 И опять же Я считаю Очень маленький кэф На Годинза То есть понимаете Она выходит На коротком уведомлении По борьбе Непонятно Пока что Джессика Пэн Она ее 100% Будет бороть Я в этом не сомневаюсь То есть Пэн Ну судя по инсте Она тренируется Вроде бы Более-менее Она тренируется Скорее всего Будет Ну относительно готово Но в любом случае Конечно хочется Здесь за молодую спортсменку Притопить Плюс я повторюсь Она довольно зрелищные бои Показывает Такие волевые Она прет Она бьет И конечно Это интереснее Чем смотреть Как Джессика Пэн Будет пытаться На ней пролежать Три раунда Соответственно Я здесь конечно За Годинус Хочу притопить Но Является ли она Той спортсменкой Которая оправдывает Коэффициент 1,3 В моем понимании Нет Вот Но в любом случае Надеюсь Надеюсь Что у нее все получится И надеюсь Пэн Все-таки Завершит уже Свою карьеру Я не думаю Что очень интересно Вам Ну или в целом Вообще кому-то Наблюдать За ее выступлениями Вот Но посмотрим Как сложится Посмотрим Как сложится В партере Я думаю Она способна Доставить проблемы Если у нее получится Переводить А мы это узнаем К сожалению Только в бою Друзья мои Вот В общем За молодую спортсменку Мексиканку притоплю Ну а там посмотрим Ну и далее у нас Интереснейшее Противостояние Это у нас Тяжелый вес Александр Романов Против Хуана Эспино И ребятки Конечно Здесь Прям вот Вообще интересно Ну понятно Да Александр Романов 13-0 Просто Прекрасный Рекорд Красивый рекорд Тяжелый вес И Все победы Досрочные То есть Его соперники Просто не Выживают В боях с ним Просто не Выживают И Если мы посмотрим То UC Сейчас 2-0 Да Рокки Мартинуса Который там По-моему На коротком вышел Если я правильно помню Ну относительно Так скажем На коротком Он во втором раунде Провел ему прием Хотя Ну в первом В первом раунде И во втором раунде Он пытался его забивать Зачем-то из партера Но все-таки Догадался провести прием Рокки Мартинус Он такой крепкий парень Забить И Маркус Роджерю Делима Соответственно Сабнул Да еще и сабнул Так как красиво Да плечом Это было неожиданно Это было необычно Даже сам Маркус Делима Скорее всего Не ожидал такого момента А он черный пояс По джицу На секундочку Да В целом романов Я думаю вы знаете Да В основном работает в борьбе Он физически крайне силен Он просто реально Одарен от природы Я смотрел его ранние выступления Я вообще практически Все его бои пересмотрел И вот именно Он просто поднимал Над собой Бросал Огромных Ребят Которые больше его И в целом Очень интересно Конечно До UFC выглядел Но все-таки Давайте будем честны С Маркусом Роджерю Делима Было за него Немножко боязно И даже казалось Что уже вот-вот Наступит перелом Так дауны не получались Он уже начинал Пропускать в стойке Он пропускал в ногу Много ударов И соответственно Действительно Было Было очень боязно Да Повторю за него Но он все-таки Сумел перевести Но когда романов Переводит Там уже Собственно Для соперников Мало что Остается Но Но Хуан Эспину Это грэплер Да Это грэплер И он как раз-таки Тоже только в партере Что-то и умеет Так скажем Но Опять же Надо понимать Ему сейчас 40 лет уже Просто уже 40 лет Этому спортсмену В UFC тоже два боя Да Тоже 2-0 Все отлично Все прекрасно Выиграл Джеффа Хьюгса Выиграл Джастина Фрейзера Да И соответственно Пришел через ТАФ Где выиграл Морриса Грина Кстати по-моему Стойки его потряс Перед этим И залежал Бена Сосоли Ну Что сказать Здесь тоже знаете ли Такой невыразительный рекорд Очень слабого уровня Бойцы которых он побеждал Прям очень слабого уровня Но Тем не менее Все кроме Бена Сосоли Он сабнул На Сосоли просто полежал 2 минуты Да Вот Ну а до этого Ну а до этого Просто убил Вообще Непонятно где Непонятно кого Вообще Ничего не могу Про него сказать Был накутирован Ни на ком В 2011 году Вот Форма у него Конечно прекрасная Особенно для 40 лет Форма просто Превосходная Он греплер И именно вот В партере Он конечно Наиболее опасен Я не видел Чтобы его переводили Но также я не видел Чтобы Романова переводили Мне реально Здесь трудно сказать Да То есть кто Все таки Кто кого переведет Они по габаритам Схожи На самом деле Да То есть Ну Немножко Большая спина Именно По антропометрии Потому что На 3 сантиметра выше Как нам говорит Топологи Да И руки его На 12 сантиметров Длиннее Но Именно по физической силе Я считаю Романов его будет Значительно превосходить Прямо значительно И Ребятки Если честно Конечно хочется Здесь за Романова Притопить Я думаю Вы сами понимаете Ну все таки реально Ну не за 40 летнего же Хуана и спина топить Вот По коэффициентам У нас здесь Романов Идет фаворитом За 1.7 Хуана и спина За 2.23 Ну 1.7 Это конечно Кэфы таких Крайне шаткие На самом деле Это кэфы Когда шансы На самом деле равны Вот И Если честно Все таки Я считаю Что Ну наверное С точки зрения Ставок Именно на победителя Я бы этот бой Конечно обошел Но именно С точки зрения Скажем так Фаната Я здесь притоплю За Александра Романова Я надеюсь Что у него получится Перевести Ну а в партере Мне кажется Все таки хватит У него навыка Хватит физических сил У него Для того чтобы Не на что Не попасться И все таки От доминировать Над Хуаном и спины И спины Да так или иначе Вот Соответственно В общем топим Здесь за Романова Ребятки Ну я не удивлюсь Если спины ему Доставят некоторые трудности Итак друзья Следующий бой Это заключительный бой Предварительного карта И это у нас Вновь женское Предстояние Да Сколько можно уже Ну в любом случае Давайте разбираться Трейси Кортес Против Джастин Киш Собственно Трейси Кортес Имеет очень хороший рекорд 8-1 Очень яркую внешность Да То есть ну перспективы По сути у нее Довольно таки хорошие Ей 27 лет всего лишь И поражение Это первый ее бой В карьере в 17-м году Там она на гильотину попалась Во время очередного Из своих проходов Как вы понимаете Она можно сказать Что борец Да В основном пытается переводить Работать именно в партере В инвикте выступала И соответственно Через контендерс Попала в UFC В контендерс выиграла Марию Агапову Это неплохо Она ее залежала Хотя в стойке была Агапова попредпочтительнее Ну вот с Ванессой Мелой Кстати очень неплохо смотрелось Что интересно И в стойке ее тоже перебила И в партере тоже переработала Вот Что здесь еще стоит отметить Ну Стефани Эггер Понятно Она здесь выскочила на коротком Трейси Кортес ее и залежала И выиграла единогласным решением Хотя был там момент Где она спину отдала Да Потеряла позицию В одном моменте Но Ничего Не смогла и Стефани Эггер сделать Что интересно Она выиграла Эрин Бленшфилд В 19-м году у Инвити Это был сплит Бой был очень близкий И я там победы Трейси Кортес не увидел Но тем не менее Максимально близкий бой с Эрин Бленшфилд Который я надеюсь Наконец-то уже скоро дебютирует в UFC И что интересно Да Кортес там тоже ее в партере Скажем так С ней работала Да Первый раунд провела сверху Но попалась там в прием И весь раунд в приеме просидела И было непонятно Кому этот раунд давать Ну и в третьем раунде Опять же Кортес молодец Она отзащалась Потому что Бленшфилд Там просто плотнейшая Рам Трайангл закрыла Но Кортес не постучала Не сдалась И все-таки сумела довести бой до конца И двое судей Эталь Вот Что сказать Да Ну в основном Конечно она борется Она будет здесь пытаться бороться Как она всегда это делает Во всех боях Ну стойку вроде более-менее потянула Хотя это не ее сильная сторона Будем откровенны Да Джастин Киш Ей сейчас 32 года Я уже шутил Да По поводу того Что обычное Российское имя и фамилия У нее Соответственно Что сказать Вот мне если честно Ребятки кажется Что после простоя Она Ну она уже скажем так Мало что из себя представляет Я считаю Что вот с Ниной Ансаров Там с Рандой Маркос Вот она раньше билась Да Эшли Йодер Ну хорошие бои Реально хорошие бои Хорошее противостояние Да И с Фелис Херинг Да Ну вот опять же После боя С Кореянкой Джи Йон Ким Который она с плитом проиграл У нее был простой Получается два года Она вернулась Выиграла Люси Пудилову Но опять же Пудилова это чистейшая ударница Она ничего не могла Джастин Киш противопоставить Да Она не могла ей Предложить свою борьбу Киш ее перестреляла в стойке Я не помню По-моему Тейкдаун ее даже провела в конце Ну и проиграла Сабини Маза Опять же Сабини Маза проиграла Маза которая Тоже без борьбы По сути Да И Джастин Киш пыталась ее перестреливать И даже временами неплохо работала Но по факту Была потрясена Очень тяжело и задушена в третьем раунде Вот В общем ребятки Как я вижу Да Этот бой Более актуальной спортсменкой На данный момент Является Именно Трейси Кортес Ну Кстати тоже стоит заметить Что бой будет во флайвейте 125 Кортес в UFC Все бои 135 провела Но До этого В инвите Она выступала в 125 Поэтому я полагаю Что Все таки сумеет она Она согнаться Она уже была в этом весе Она знает Да Что это такое Вот Я думаю Что она будет бороться Джастин Киш Мне кажется У нее будет получаться Потому что Джастин Киш переводить можно Если мы посмотрим На статистику Конечно ее уже не переводили Некоторое время Но Кому здесь ее переводить Маза У которой нет борьбы Пудилова Которая ударница Джи Юн Ким Которая ударница То есть ее переводить Это некому было По сути Филис Херик ее переводила Йодор переводила Ансаров переводила Ну соответственно Переводить ее можно Переводить ее можно И я повторяю Сейчас все таки На мой взгляд Антекен Ну Джастин Киш Менее актуальная спортсменка Я не думаю Что у нее есть Какие-то амбиции Что она хочет там Набрать какой-то стриг Да Какую-то победную серию Может быть контендером Стать Нет А вот Тресси Кортес Да У нее определенные амбиции Она может зажечь Как я и сказал Да Сейчас отличная серия Отличный рекорд Такая примечательная внешность Да Есть у нее некоторые перспективы Вот Собственно ребятки Если опять же Посмотреть на коэффициенты Да То мы видим Что Джастин Киш Идет андердогом за трешку Кортес идет фаворитом За 1.4 Ну в целом Я согласен Что фаворитом идет Тресси Кортес Это абсолютно по делу Если разбирать аспекты боя То есть Если все таки Тресси Кортес Будет где-то заставиться в стойке Я считаю Джастин Киш в стойке лучше Все таки Хоть и Кортес В последнее время Но Джастин Киш Она может много накидывать Что немаловажно И что интересно Она очень много бьет по ногам Именно вот стилистически Против борца Это очень Ну то есть Очень скажем так Хорошая стратегия Потому что Ну борцу нужно Отбить Отбить ноги Да Но Все таки Я думаю ребятки Что в стойке Долго бой проходить не будет Ну и Тресси Кортес Наверное не настолько глупа Да Чтобы отстоять в стойке Весь бой И проиграть его В общем я считаю что Тресси Кортес Все таки Сумеет свой геймплан Навязать своей сопернице Я считаю она является Более актуальным бойцом Более перспективным бойцом И я думаю что Фаворитом она здесь должна Являться В общем я буду здесь За нее ребятки Ну собственно друзья На сегодня У нас все Я напоминаю что это было Исключительно мое Субъективное мнение Я никому не навязываю Да Я не говорю что эти бойцы Точно выиграют Друзья Это ММА Здесь люди друг друга Бьют по лицу И каждый может выиграть Каждого Апсеты происходят Просто невероятные Вот собственно Я просто здесь Рассматриваю вероятности Да И высказываю свое личное мнение Если вы с ними согласны Это абсолютно нормально Напишите в комментариях Что вы думаете По тем или иным боям Кто выиграет Почему выиграет Я всегда это читаю Всегда рад всем комментариям Я напоминаю Для того чтобы подкаст С разбором мейнкарда Вышел как можно быстрее Вам необходимо набрать Всего лишь 300 лайков Под этим роликом Ребятки поспешите Дабы мы в субботу Не выкладывали это В последний момент Собственно Ну конечно Если вам нравится Если вам нравится Ставьте лайк Вот Также напоминаю Что у нас есть телеграм Кого нет вк Кому не качествовать Вк Вы можете подписаться На наш телеграм Там есть и чатик Там есть и канал С нарезочками Чем-то шитон ли Довольно прикольный Да и конечно же Ну наш основной канал Собственно Друзья Кого интересуют Прогнозы Есть такая опция В описании В закрепленном комментарии Ссылочка прогнозы От ММА Бэтс Я надеюсь Что надолго Не прощаемся Надеюсь Что лукасы Соберутся быстро Ну а если нет Но вам нужен подкаст Вы знаете где его искать Бальцовский клуб диванных аналитиков Ребятки До скорого Всем пока